Ответ на правду. Книга Иова, 20 глава, с 1 по 11 стих. И отвечал Сафар на Амитянин и сказал. Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков? Как помет его, навеки пропадает он. Видевшие его скажут, где он. Как сон улетит, и не найдут его. И как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенное им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Размышления. Негативный ответ. Книга Иова, 20 глава, с 1 по 11 стих. Несмотря на смелое провозглашение Иова о его надежде на Искупителя Бога, Сафар возмущен его словами и воспринимает их как личный упрек. Ответ Сафара это немного больше, чем повторение предыдущих речей об ужасной судьбе нечестивых, которые друзья Иова настойчиво пытались навязать ему. Проповедуя Евангелие, в мире нам нужно быть готовым к насмешкам и проклятиям со стороны тех, кто закрыл свои уши для истины. Но мы не должны оставлять проповедь Евангелия только потому, что люди не хотят его слышать. Будем продолжать им делиться, потому что оно – единственная надежда на спасение для грешников. Вместо того, чтобы отвечать на насмешки насмешками, мы призваны говорить истину в любви и приправлять наши слова терпением и милостью, укрепляться в надежде, что в нужное время Бог откроет сердца людей к принятию истины. Применение. Как реагируют неверующие друзья на ваши слова о Боге? Уделите время молитве за них и за то, чтобы Бог дал вам больше возможностей эффективно делиться Евангелием с ними. Продолжение следует...